Вот это изображение вызвало массу споров. Общественность разделилась на два лагеря. Тех, кто считает такой образ креативным и оскорбившихся. Конечно, она не оскорбляет мужчин, которые готовы поддержать друг друга репостом и лайком. Эта реклама оскорбляет женщин. Удивительно, что это спорный вопрос. Люди должны сами фильтровать информацию, поступающую к ним, а не перекладывать эту обязанность на государство и не требовать от других аналогичной позиции. Кто-то оскорбился. Ну, фильм «50 тенков серого» гораздо более оскорбительный в этом ключе. И что-то я не помню. Толпы людей с вилами около кинотеатров. Антимонопольная служба провела опросы в интернете, а на сайте ведомства и в социальных сетях. Своё мнение выразили 63 тысячи человек. 58% проголосовали за то, что реклама их не оскорбляет. При этом в числе оставшихся 42% больше половины были женщины. И этот факт, пожалуй, стал решающим, чтобы дело о нарушении закона о рекламе всё же завели. По итогам рассмотрения дела ответчику выдано предписание о прекращении распространения данной рекламы в сети интернета. По нашим данным, в настоящее время нарушение уже устранено и ненадлежащая реклама не распространяется в социальных сетях, в сети интернет. Мы не делали рекламу пива, мы делали именно этикетку. Это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Потому что на рекламе мы не позволили бы вообще себе каких-то таких экзотических ходов. Сейчас Уфас готовится возбудить административное производство за распространение ненадлежащей рекламы. Предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей. Напомним, что скандальная реклама уже не раз привлекала внимание общественности и надзорных ведомств. Например, креатив на грани одного из фитнес-центров регулярно становится предметом разбирательств. За постер бургерной, который уже не работает компанией, пришлось сначала убрать рекламу, а затем заплатить за ней около 20 тысяч рублей штрафа. А классикой шокового маркетинга, пожалуй, стал вот этот слоган. Речь в нём шла о пылесосах. Кстати, Федеральная антимонопольная служба тогда на провокационное признание никак не отреагировала. Дорида Миллер, Алексей Фризин. Наши новости.